скин красноярске открыли музей конвоирования зажкая прелесть туда будут водить детей будущих тюрем не тюремщиков ну официально как бы только вот тех кто проходит обучение видимо как-то или еще что-то но в принципе если захотите могут любых туда пускать каком-то в общем-то запросу там внутри оборудовали манекены специальные значит вот эти вот коечки вот вот так вот прям все это выглядит там очень такая непростая скажем так атмосферка ты же вот так вот ходишь там да прежде всего говорят это музей для сотрудников ведомства для молодых людей которые поступают на службу в органы уголовно-исполнительной системы любой желающий играть не может в него попасть но можно в составе организованной группы или по запросу экскурсии горит бесплатные бесплатные экскурсии пока ты не закрыл эту тему скажи а там есть комната для швабр ну это же конвоирование ты думаешь в системе всен которая работает в этом направлении конвоирования нету своих швабр но швабр это все-таки больше по каким-то медицинским учреждениям по местам заключения там больше а конвоирование ну что там мне кажется это современная отличительная черта всен в целом и конечно может быть разные мнения где эти швабры скапливаются в наибольшем количестве мне кажется что сотруднику который поступает на службу всен ему ну как говорится удостоверение дают и швабру сразу поэтому что-то мне кажется что может быть это не для общих глаз а чисто для тех кто будет работать в этой системе но там какие-то тоже наглядные наглядные пособия тоже в этом в этой части предусмотрено в целом но представить какая какая просто какая жуть какая власть такие музеи и чё такое музей музей это ну какая-то попытка сохранить что-то из нашей истории да из нашей как говорится нашей жизни да что должно быть достоянием и мы должны об этом говорить соответственно будущим поколением да чтобы дети смотрели там я не зачем-то гордились там что-то отмечали для себя важное там ну но здесь но это же убожество это просто убожество но неужели у нас в россии хватает музеев что единственное что у нас вот в дефиците это музей для конвоирования я уверен на сто процентов что туда будут выстраивать целый класс маленьких детишек которых будут водить вот так вот и пальцем показывать нельзя ни в коем случае критиковать власть нельзя недовольство своего сказать тем более выходить на улицу с плакатом как об этом говорит валентина матвиенко спикер совета федерации потому что в противном случае вас сюда посадят и вы вот здесь будете сидеть и там швабры кто-нибудь вот так вот сзади за ним пронесет намек такой легкий веяния реальной ситуации которые творится за стенками режима я убежден что кроме как позор подобные вещи никак окрестить нельзя вот эти вот слушает неужели такие наручники на ноги надевают да конечно обязательно даже чтобы не сбежали на них браслетов же нет сейчас что-то средневековое нет нет есть такие современные наручники вот как на руки надевают там такие же не не понятно царю браслет у манекена на руке но это же мне кажется такого сейчас уже нет ну может быть они от на шею есть тут колодки вот такие знаете как вот две руки вот так зажимаешь и там замок они вешают вот так вот схлопают как вот прищепку а посередине голова остается а таких вот уфсина нету сейчас что-то мне кажется что это просто за гранью понятия норма но в свое в свою очередь конечно это зеркало да это отражение того положения которым сегодня находится наша страна ведь все эти музеи да все это вся эта наглядность нужна для того чтобы запугивать собственный народ если люди вдруг какому-то непонятному случайному образу захотят культурно просветиться пусть лучше вот на это смотрят пусть лучше смотрят на манекены на автоматы на наручники на решетки это будет дополнительным фактором запугать людей и неповадным сделать да вдруг еще тут барина критиковать слушай ну вот насчет как раз этих ошейников вот не могу сказать точно да но красноярские тюремчики не намерены останавливаться и планируют расширить экспозицию до нового музея хотят расширить будет еще вагон теплушка я понятия не имею что это такое но мне уже страшно и черным воронком вот так безумие слушайте вот эта тема черного воронка если раньше его боялись советские чиновники теперь его чиновники не боятся его боятся те кто занимается политикой его опасаются те кто высказал свое мнение те кто написал товарищу не знаю свое мнение по поводу того что происходит в россии и если мы говорим о том что приезжают за кем-то не за коррупционерами в нашей стране приезжают не за преступниками и за теми кто поддельные лекарства ли паленую водку продает нет у них все ништяк приезжают за теми кто критикует курс которым сегодня идет наша страна и воистину это самое извращенное самое чудовищное до представление которое власть только может сформировать у собственных людей репрессивный аппарат который создан и функционирует и снабжаются колоссальными ресурсами нашими деньгами налогоплательщиков чтобы угнетать собственный народ не заботиться о безопасности граждан обеспечивать правопорядок во всех смыслах чтобы право которые богатые значит закрепили на бумаге назвали законом чтобы это соблюдалось всеми в противном случае вот это собственно перспектива который нам рисуют чтобы уходить на бумагу нажимать и